Приветствуем зрители телеканала Югра и канала Мой Сургут в студии прямого вещания проекта здесь и сейчас Михаил Епихин и Юлия Самуэльсон. Вторник и четверг с 13.15 мы работаем в прямом эфире в 10 вечера в эти же дни в повторе. Также наши повторы выходят в среду и пятницу в дневное время. С экспертным сообществом Югры и России мы говорим о самом важном, что влияет на нашу жизнь, а также с нами в эфире работают наши народные корреспонденты, наша сеть охватывает все населенные пункты округа. Обратная связь с нами удобная. На сайте телеканала Югра есть наша страница, пишите, нам важна очень ваша точка зрения и она нам очень нужна. А также предлагайте свои темы для обсуждения в эфире. Сегодня в первой части в канун всенародного праздника дня учителей говорим о новинках нового учебного года и насколько сами учителя готовы к таким новациям. После известных событий в Ижевске особая тема, особая зона внимания власти и чиновников от образования и усиления мер безопасности в учебных заведениях. Этому также обязательно посетим часть нашего эфира. После коротких новостей у нас будет прямое включение со Всероссийского форума народного единства, который сегодня открылся в Хантамансийске. Мы посмотрим, как проходит этап военной подготовки мобилизованных югорчан, как решается неожиданная проблема с передержкой питомцев мобилизованных. И в финале вторая попытка все-таки узнать возможный прогноз на предстоящую долгую-долгую югорскую зиму, какой она все-таки будет. Итак, начинаем. Представляем наших сегодняшних экспертов. Наш гость в студии Алексей Дренин, директор Департамента образования и науки Югры. Приветствуем вас, Алексей Анатольевич. Здравствуйте. На удаленной связи с нами Лариса Цулая, начальник отдела цифровой трансформации и инновации образования Департамента образования и науки Югры. Добрый день, Лариса Владимировна. Оксана Сергеевна, учитель русского языка и литературы школы номер 12, город Урай. Оксана Валерьевна, также член экспертного сообщества учителей-блогеров при Совете учителей-блогеров Министерства просвещения России. Ирина Сергеевна Волкова, советник директора по воспитанию школы номер 31, город Нижневартовск. Ирина Сергеевна также с нами сегодня по видеосвязи. Также приветствуем Елену Зинову, психолога Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, и Евгению Воронину. Евгения Васильевна представляет Сургутский государственный университет. И первый вопрос главному просвещенцу Югры, Алексею Дренину. Алексей Анатольевич, жизнь в России так стремительно меняется, что учителя и ученики в мае ушли фактически из одной эпохи, а начали учебный год в сентябре в другой. Как система образования трансформируется в контексте общих перемен в нашем обществе? Ну давайте, во-первых, я бы хотел сказать, что, наверное, каждый новый учебный год это всегда новая эпоха, потому что есть что-то новое, особенно в Югре. Ну, действительно, новый 2022 учебный год, он так богат на инновации, причем по всем уровням. Мы, во-первых, начали новый учебный год с новыми федеральными государственными образовательными стандартами. Первоклашки и пятиклашки у нас обучаются сейчас по ним. И принципиально важно, что на уровне Российской Федерации также принято решение об утверждении единых образовательных программ. Что это означает? Это означает, что раньше педагоги самостоятельно образовательные программы разрабатывали и утверждали на уровне образовательной организации. Сейчас такие программы разрабатываются на уровне Российской Федерации. Соответственно, это снятие огромной нагрузки с педагогов. С одной стороны, с другой стороны, абсолютно унифицированные подходы к образовательному процессы по всей стране. Конечно, у всех на слуху проект по развитию системы воспитания. Это внедрение должностей советников по воспитанию, советников руководителей образовательных организаций по воспитанию. У вас сегодня будет один из представителей в гостях. Это, конечно, движение, которое анонсировано президентом Российской Федерации, которое постепенно сейчас начинает набирать силу. Это российское движение детей и молодежи, которое сейчас встает на ноги. И в него включается огромное количество тех общественных движений, которые были у нас ранее. На уровне Югры. Югра также подошла, безусловно, с инновациями. С одной стороны, мы закончили пилотировать, анонсируемый в прошлом году проект по интеграции общего и дополнительного образования. У нас великолепно отработали пилотные площадки по зачету образовательных результатов, которые ребята получают в организациях дополнительного образования в школах. И сейчас мы этот опыт будем распространять на все образовательные организации Югры. Это пусть напрямую не связано с системой образования, точнее с образовательным процессом, так скажем, сопутствующим, но очень важно в том числе в социальном плане. В структуре нашей государственной информационной системы образования Югры появился модуль школьное питание. С одной стороны, родители сейчас получили возможность заблаговеренно выбирать один из двух вариантов меню для ребят, что было давнишним запросом социальным со стороны родителей, обучающихся. С другой стороны, эта система имеет четыре уровня контроля качества используемых продуктов, в том числе это касается и негосударственных поставщиков, то есть тех образовательных организаций, где услуга питания отдана на аутсорсинг. В планах, вот так вот вкратце, на этот учебный и на следующий календарный год, учитывая то, как далеко Югра шагнула в сфере цифровой трансформации образования, мы сейчас второй год подряд занимаем лидерские позиции, первое место в стране по цифровой трансформации системы образования. Но первое, у нас в системе накопилось огромное количество того самого пресловутого цифрового следа обучающихся, с которым нужно работать. И в планах этого года запустить в работу алгоритмы искусственные интеллекты, которые бы анализировали успехи обучающихся по всем направлениям, по всем уровням образования, дополнительного, непосредственно в школе, итоги тестирования профориентации, и дальше предлагали педагогам и родителям развитие образовательной траектории и делали прогноз по их успехам. Алексей Анатольевич, а не страшновато отдавать искусственному интеллекту оценку подростков, их умственных способностей, интеллекта и так далее? Нет здесь, не слишком ли спешим? Ну, во-первых, искусственному интеллекту никто ничего не отдает. Мы всегда говорим, что цифры это исключительно дополнительный инструмент в руках педагога. То есть это исключительно аналитика текущей успеваемости и прогноз того, как оно будет в конце четверти или в конце года. И, соответственно, предложение педагогу вместе с родителями, с ребенком подумать над тем, что с этим можно сделать. А можно приоткрыть немного завесу тайны? 45 регионов страны переходят к работе с советниками и директором школы по воспитанию. Что это такая за должность? За что отвечают эти люди? Ну, название должности говорит само за себя. Я думаю, сам советник подробнее вам расскажет об этом. Но, тем не менее, действительно, это очень серьезное подспорье директору. Потому что советники – это люди, которые работают напрямую по вертикали с региональными, с федеральными координаторами. И имеют в своем арсенале инструментарий, также разрабатываемые на федеральном уровне. То есть это фактически единая воспитательная политика. Это, так скажем, амбассадоры единого подхода в воспитательной политике Российской Федерации. А сколько у нас их в Югре, кстати? У нас в Югре должности советника внедрены в 154 образовательных организациях. Понятно. Вот все это замечательно и интересно. А вот сами школьники, насколько готовы к переменам, новациям? Они требуют еще большего их количества? Или есть какая-то настороженность и инертность в этом процессе? Знаете, по-разному. Как всегда, есть и те, и другие, так скажем, неопределившиеся. Безусловно, есть всегда сторонники введения новелл. Есть те, кто придерживаются традиционных взглядов и говорят о том, что нужно оставить все как есть. В основном это касается, конечно, цифровизации отрасли образования. Это то, что вызывает наибольшую настороженность у родителей, у некоторых обучающихся. Особенно после тех периодов обучения с применением дистанционных технологий. Но мы всегда подчеркиваем, что речь идет исключительно, как я сказал, выше о дополнительном инструментарии, которым пользуется педагог. Это ни в коем случае не замена педагогов. То, что и те, так скажем, апокалиптические сценарии, которые активно муссируются в сети интернет уже в течение трех лет, ну, они абсолютно безосновательны. То есть, в принципе, родители больше Ваши сторонники в инновациях? Родители больше сторонники в внедрении эффективных инструментов, которые позволят повысить качество и удобство. Кому-то очень удобно и очень нравится обучаться, в том числе и с применением дистанционных технологий. Тут есть абсолютно разные взгляды. Понятно. Лариса Цулая, начальник отдела цифровой трансформации и инноваций в образовании Департамента образования и науки ЮГРЫ. Предлагаю Вам также присоединиться к нашему разговору. Лариса, я знаю, что Вы сейчас находитесь в Санкт-Петербурге. Привет Петербургу. Вот цифровизация, биометрия. Какое место они уже занимают в нашей системе образования? Это больше дань моды или школа уже наверстывает то, насколько общество продвинулось в этом направлении. Здравствуйте. Я действительно рада приветствовать Вас в Санкт-Петербурге. Мы сегодня представляем на всероссийском конкурсе проф.IT наши лучшие решения в области цифровизации отрасли образования. И действительно, наша государственная информационная система ГИС образования ЮГРЫ, она настолько динамично развивающаяся система, что сегодня мы охватываем достаточно большое количество тех задач и вопросов, которые ставит перед нами современное образование. Это не только сопровождение образовательного процесса, это работа над качеством, работа над индивидуальными траекториями. И все это позволяет сегодня сделать цифровые решения, которые есть в ЮГРе. Сегодня все школы, все детские сады у нас имеют равный доступ к цифровым ресурсам. Для всех созданы абсолютно равные условия для получения и трансформирования сервера сегодняшний день по детской аудитории, педагогическому сообществу, процессам цифровизации, которые можно использовать сегодня для прогноза и ресурсности в сфере образования, это очень важно. И самое главное, цифра, которая есть у нас в ЮГРе, она позволяет создать равные условия для каждого ребенка. Мы прекрасно понимаем, что у нас очень отдаленные территории есть и действительно есть вопросы с высококвалифицированными педагогическими кадрами, которые не всегда у нас есть в сельских территориях. Вот возможность использования цифрового контента, сетевого взаимодействия с использованием цифровых ресурсов, позволяет нам достигнуть очень высоких показателей качества. Например, в отдаленных школах у нас уже сегодня не редкость, когда дети сдают итоговую аттестацию на очень высокие баллы, то есть получают максимальное количество баллов, то есть до 100 баллов по тем или иным предметам физики, химии, математики. Да, Лариса, понятно, замечательно. Вот у вас хочу уточнить, всегда проблема была школьного образования, это перегруженность самих учителей. Вот электронный документооборот в школе, он разгрузил реально преподавателей и педагогов? Да, на самом деле все отчеты, которые сегодня утверждены на уровне Министерства просвещения Российской Федерации, они у нас оцифрованы. И все педагоги решением в один клик нажатия формирования отчета формируют этот отчет, то есть дополнительных бумажных отчетов у нас нет. Единственная задача, которая осталась у нас сегодня для решения, это упразднение количества дополнительных межведомственных запросов. Вместе с тем у нас на сегодняшний день государственная информационная система интегрирован практически с многими органами государственной власти, на сегодняшний день мы ведем такую интеграцию с федеральными исполнительными органами власти для того, чтобы снизить количество бумажных запросов. Отчеты все формировались в электронном виде. Еще одно уточнение, мне попалась сегодня информация, в пилотном проекте в некоторых школах с третьего класса в этом году учебном вводятся уроки по искусственному интеллекту. Югра вошла в этот проект? Югра вошла в этот проект. У нас на сегодняшний день 134 педагога заявлено к обучению в рамках этого проекта. Этот проект мы реализуем совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. Программа разработана на уровне Министерства просвещения Российской Федерации и является единой для всех субъектов Российской Федерации. После того, как наши педагоги пройдут курсовую подготовку, соответственно, данный проект будет запущен в полном моменте. Понятно. А еще у меня есть такой вопрос. Непосредственно самих учеников цифровизация коснулась в каком ключе? Только лишь в дополнительных уроках? Но, насколько я понимаю, есть сейчас дистанционная возможность участвовать во всероссийских олимпиадах, не выезжая никуда из школы. Так ли это? На самом деле, сегодня цифра достаточно широкий спектр представляет. Первое, что можно сделать с использованием цифровых ресурсов, это формирование индивидуальной образовательной траектории на основе цифровых контентов, которые есть и интегрированы в нашу цифровую образовательную платформу. У нас более 10 миллионов заданий, которые доступны для формирования индивидуальной образовательной траектории. И 70% из них являются самопроверяемыми. Это достаточно высокий показатель. Второе, мы имеем личные кабинеты на уровне всероссийских площадок. Это Всероссийская олимпиада школьников. Причем эти площадки у нас идут двух уровней. Это площадка на уровне платформы «Сириус». Это Центр успеха и таланта развития успеха и таланта детей Российской Федерации. А также на базе платформы Всероссийской олимпиады Министерства просвещения Российской Федерации. Все олимпиады, которые у нас проходят, они проходят через использование личного кабинета. И, соответственно, ребенок может принять решение, в какой олимпиаде он будет сегодня участвовать самостоятельно. Кроме этого, мы подключаем также к перечню этих олимпиадных движений. Это олимпиады ведущих вузов Российской Федерации, таких как МФТИ, то есть на базе системы Московского Государственного университета Олимпиады Ломоносова и так далее. Лариса, Лариса, да-да-да, очень много, я понимаю, у вас полезной информации, времени не так много, но хотелось бы вот какой вопрос задать, особенно в канун самого любимого праздника Дня Учителя в России. Большое видится издалека, как говорится, тем более вы сейчас в Санкт-Петербурге. На ваш взгляд, самое интересное, важное, что сегодня наработано в Югре, что можно было бы вынести для внедрения для практики на федеральном уровне? На самом деле мы горды тем, что практика Югры сегодня уже активно используется на федеральном уровне. И федеральная платформа ГИС «Мое образование» является полным прототипом нашей региональной цифровой образовательной платформы ГИС «Образование Югры». Буквально вчера на круглом столе Всероссийского совещания мы представляли наш опыт и говорили о том, почему Югра стала прототипом выбранного направления Министерства просвещения и Министерства цифрового развития Российской Федерации в выборе программы. Замечательно, замечательно, успешной вам работой в Санкт-Петербурге. Я хочу к нашему разговору присоединить Оксану Сергееву, учителя русского языка и литературы школы номер 12, город Урай. Вот ваша оценка, насколько охотно сами учителя идут на обновление, на внедрение инноваций. На примере вашей школы Урая. Здравствуйте, я бы очень рада присоединиться к беседе. Учителя, особенно молодые учителя, очень охотно идут на изучение новых технологий и очень активно их используют в своей работе. То есть на примере нашей школы мы очень активно эту технологию используем во время дистанционного обучения. То есть карантин, когда у нас по школе идет, мы очень активно используем. У нас достаточно неплохо по оценке родителей и детей это получается. Хорошо, и еще один вопрос. Вот в школах вводятся киноуроки, тоже информация мне сегодня попадалась из многих источников, на которых ученики будут смотреть, обсуждать художественные документальные фильмы. Вы уже работаете с этим? Да, конечно. Я как классный руководитель очень часто применяю киноуроки в своей работе. Дети очень охотно смотрят, мы с ними обсуждаем, потом у нас идут дискуссии. Ученики ставят себя на место героев этих фильмов. Интересно, как подборка осуществляется? Какие фильмы используете? Старые советские? Есть платформа киноуроки в школах России. Мы используем те киноуроки, которые создает в том числе платформа РДШ и используем старые советские кинофильмы тоже. Хорошо, спасибо большое. Вот мы сейчас к следующей теме перейдем. Нам еще нашего гостя надо чуть раньше с эфира отпустить, который в студии Алексея Анатольевича. Поэтому давайте высшую школу оставим чуть попозже, хотя это тоже очень интересная тема. Вот, Алексей Анатольевич, Вы анонсировали проведение проверок по мерам безопасности по округу. Что они уже показывают? Ну, скорее, не проверок в неплановых тренировочных мероприятиях, но и проверок, безусловно, тоже показывают. Ну, давайте я так немножко с другой стороны зайду, если Вы позволите, потому что вопрос очень важный. Нужно, мне кажется, базово определиться. Первое, есть несколько составляющих вопросов безопасности. Первое, это вопрос инфраструктуры и оснащения образовательных организаций. То, что всегда очень активно обсуждается, нужно больше или меньше. Это все урегулировано федеральным законодательством, постановлением правительства. Уточняется периодически, образовательным организациям присваивается категория безопасности. Так вот, хочу отметить, что да, периодически нам приходится дорабатывать те или иные моменты, но то, что касается принципиально важных вопросов, таких как оснащение системами видеонаблюдения, периметральным ограждением, наличием кнопок экстренного вызова, пожарной сигнализации и ряд многих других позиций, этим у нас образовательные организации оснащены на 100%. Вот это все то, что принципиально. Вторая составляющая и то, чего касается проверки. Как бы мы не совершенствовали технологии, когда нет должного реагирования на уровни соответствующих должностных лиц, это не будет работать. И вот всегда эти внеплановые проверки, эти внеплановые учения, они направлены на то, чтобы еще раз и еще раз закрепить те алгоритмы, которые должны неукоснительно соблюдаться в образовательных организациях в случае, не дай бог, какой-то экстренной ситуации. И это, безусловно, адекватная работа охранников на входе, это работа соответствующего должностного лица, назначенного руководителем образовательной организации. И проверки направлены на то, чтобы, извини за такое слово, взбодрить систему, с тем, чтобы система не засыпала и постоянно в режиме реального времени соблюдала то, что должно быть соблюдено. Это очень правильное замечание, Александр Ильич, по поводу того, что надо взбодрить. Хотел бы уточнить, вот это взбодривание и проверки, которые сейчас проводятся, это выборочные проверки или проверяющие придут в каждое учебное заведение? Нет, это не выборочные проверки, это проверки по всем образовательным организациям. Проводятся они по разным уровням. Во-первых, это делает и сам руководитель образовательной организации, создавая соответствующую комиссию. Ни для кого не секрет, что, например, охрана в школах – это не сотрудники образовательной организации, это частные охранные предприятия. Это делают комиссии, которые формируются коллегами из муниципальных образований. И это делаем мы в отношении своих подведомственных организаций, в том числе, так называемое проведение контрольных закупок. Пронос тех или иных предметов образовательной организации совместно с коллегами из силовых структур делается. Это просто элементарно попытка проникнуть в образовательную организацию и посмотреть, как среагирует охранник. А что сейчас самое эффективное, на Ваш взгляд, что сейчас уже введено в образовательные учреждения в качестве меры безопасности? Что самое эффективное? Все инструменты дают эффект в комплексе. Мне бы сложно было сказать сейчас, что было бы самым эффективным. Я вернусь к тому, о чем я говорил. Самое эффективное, на мой взгляд, это должная работа лиц, которые за это отвечают. В первую очередь охрана. И вот я бы хотел подчеркнуть сейчас, что есть еще одна составляющая, во-первых, которая направлена на упреждение и профилактику. Здесь работают еще структуры, безусловно, коллеги из силовых структур. Это наши кибердружинники, это мониторинг социальных сетей. Потому что все мы знаем, что те трагедии, которые случились в Перми, в Ижевске, в Казани, они предварялись демонстративным поведением на страницах в своих социальных сетях. Те, кто совершил теракты, на которые никто и никак не реагировал. Да, совершенно верно. И здесь я бы хотел поблагодарить и родительскую общественность, и тем самым показать важность, когда выявляются такие факты. Потому что не везде могут добраться кибердружинники. Все-таки это ограниченное число лиц. Но при всем при этом родители состоят в огромном количестве групп в социальных сетях, в мессенджерах, одноклассники. И у нас были факты того, когда, например, выявляются такие манифесты, которые выкладывают школьники или студенты. К счастью, как потом оказывается, это выложено было в шутку для чего-то там, почему-то. Но, тем не менее, на это среагировали. И это очень важно. Очень важно, чтобы это не игнорировалось. Алексей Анатольевич, можно еще раз сформулировать то, о чем вы говорите. Это очень важно. Если мы будем эффективно профилактировать потенциальные преступления в социальных сетях, в интернете, до реальной жизни эти трагедии не дойдут. Совершенно верно. И не только. Я хочу сказать о том, что представление о том, что это задача и забота только руководителя образовательной организации, это заблуждение. Это наша общая задача, это наша общая бдительность. О чем я говорю? Да, есть все регламенты, да, есть проверки. Проверки не могут проводиться ежедневно. Руководитель образовательной организации не может стоять все время над душой охранника и проверять, как он работает. Потому что зачем тогда охранник нужен? Но при всем при этом есть родители, есть обучающиеся. Простой пример. Родители пришли в дошкольную образовательную организацию и видят, что магнитный замок на калитке не работает. Калитка на распашку, а охранника нет. Среагируйте. Скажите охраннику, сделайте замечание, обратитесь к руководителю образовательной организации. Это то, что не должно оставаться без внимания со стороны всех нас, участников образовательного процесса. И только это позволит по-настоящему избежать трагедии. Потому что мы понимаем, что как бы мы в какую бы крепость не превратили образовательную организацию, если человек вооруженный туда, к сожалению, дойдет, то что-то произойдет. Пусть не в самой образовательной организации, рядом с образовательной организацией. Если оружие уже расчехлено, к сожалению, жертвой могут стать даже просто служебные, случайные прохожие. К счастью, это будут не дети, но тем не менее. Это вот то, чего допущено быть не должно. Аксен Анатольевич, вот на вскидку, вы сейчас можете назвать цифру, какое количество охранников сегодня охраняет учебное заведение Югры? По охранникам я сказать не могу. Давайте я скажу по количеству самих образовательных организаций. Да, хорошо. Из 935 объектов у нас только 16 охраняются вахтерами. Но это все определяется той категорией опасности, которой присылается образовательной организацией. Это не школы и не сады. Это организации дополнительного образования. Остальные охраняют чёпы. Это частные охранные предприятия, либо Росгвардия. Вот. О чём я хотел бы сейчас акцентировать внимание. Неоднократно поднимался вопрос о том, насколько эффективно чёпы охраняют те же учебные заведения. Когда некоторые эксперты говорят о том, что необходимо от чёпов перейти, например, на Росгвардию, на государственные органы охраны. Это правильная постановка вопроса или нет? Сложно ответить на этот вопрос впрямую. Сложно ответить на этот вопрос впрямую. Я приведу один простой пример. Два года назад во время учений, после очередной трагедии, проходили контрольные закупки и попытки проникновения потенциально вооружённых лиц на территории образовательных организаций. Так вот, много где они проникли, в Югорском государственном университете, в общереке, вахтер стал огорой и не допустил. Поэтому, ещё раз, в данном случае всё зависит от самого человека, от того, как он относится к самим обязанностям. Мы не можем сказать, что разгвардеец однозначно сделает это лучше, чем чёповец. Если охранник сидит и смотрит в телефон, скучает или просто позволил себе задремать и не понимает ответственности, то какой бы структуре он не принадлежал, это не изменит ситуацию. Спасибо большое вам за комментарии, Алексей Анатольевич. Мы хотим поинтересоваться у Ирины Сергеевны Волковой, советника директора по воспитанию школы номер 31, город Нижневартовска. На практике своей работы в школе вы почувствовали какие-то усиления мер безопасности? Как это работает? Добрый день ещё раз. В принципе, вопросам безопасности всегда уделялось большое внимание. И на практике на сегодняшний день безопасность в школе, я считаю, на достойном уровне. Так как действительно все школы оборудованы и видеонаблюдением, и тревожными кнопками в случае реагирования на тревожную кнопку, приезжают специалисты Росгвардии. И в школах регулярно проводятся работы по ведению инструктажей безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с детьми, в том числе и сотрудниками образовательных организаций. Помимо безопасности террористических актов, в случае террористических актов, уделяется также большое внимание безопасности и вне школы. Думаю, что школа, все школы округа на сегодняшний день действительно отражают безопасность. Да, Ирина, услышали вас. На секунду из Нижневартовска перенесёмся в Хантамасийск. Алексей Анатольевич ещё просит слово, дадим ему возможность. Да, 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 мы несколько увлеклись рассуждением о коллективной ответственности, но тем не менее, что я хотел сказать по итогу, это не означает, что больше ничего не нужно делать и нельзя ничего сделать. Вот этот пресловутый человеческий фактор, с ним нужно работать, и мы ищем пути решения этих проблем. По поручению губернатора автономного округа, сейчас с департаментом цифрового развития мы прорабатываем первое. Вопрос подключения систем видеонаблюдения образовательных организаций к системе «Безопасный город» и, с одной стороны. С другой стороны, крайне важна своевременная реакция на появление потенциальных лиц, которые могут представлять опасность. Сейчас также с коллегами из департамента цифрового развития мы работаем над созданием нейронной сети, искусственного интеллекта, который будет анализировать информацию с видеокамер периметрального направления, периметральных видеокамер, которые снимает окружающую среду вне образовательной организации, на предмет выявления лиц потенциально вооруженных или потенциально имеющих признаки такого человека. Для чего? Для того, чтобы охранник, который сидит в образовательной организации, увидел его не тогда, когда он почему-то посмотрит на камеру, или когда он подойдет. А когда ему будет в автоматическом режиме подан сигнал, что вот у двора, у калитки образовательной организации появился подозрительный человек, нужно среагировать, нужно проверить. Вот это те задачи, которые мы решаем. Как-то такая возможность. Когда может появиться уже в Югре? Ну, рассчитываем, что в новом календарном году мы с ней уже зайдем. На 2023 год вы заявляете. Это совсем какие-то как будто фильмы о будущем, прям считывание по лицу. Нейронные сети сейчас активно используются, здесь ничего такого экзотичного нет. Нужно только ее правильно обучить. Вот сейчас мы смотрим, как подступиться к этому. Да, понятно. Спасибо, Алексей Анатольевич. А мы вернемся в Нижний Вартовск. Предлагаю, Ирина Волкова с нами все еще на связи. И я хотел бы уточнить, вот ваша оценка. Нужны ли дополнительные меры, или их достаточно в вашей школе, у ваших коллег в Нижний Вартовске? Ирина, вы с нами? Или у нас проблемы сейчас со связью с Нижний Вартовском? Так, хорошо. Значит, Нижний Вартовск сейчас переключается, пока перезапускается. Я хотел бы сейчас тогда перенестись в Сургут. Евгения Воронина представляет Сургутский государственный университет. Евгения, вы с нами? Да, на связи. И давайте вот оттолкнемся сейчас от этой же темы, темы безопасности, чтобы переключиться на и другие более мирные темы. Вот, усиление мер безопасности учебных заведений. После ижевских событий тема вновь вышла на первый план на примере вашего университета. Достаточно нынешних мер? Есть ощущение безопасности и у вас лично? Защищенности? И есть ли какие-то, если они есть, пожелания по усилению этих мер? Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, зрители. На самом деле, конечно, очень важно и нужно чувствовать себя в безопасности, не только находясь в стенах своего жилища, дома, но и находясь на работе или находясь на учебе. В университете целый комплекс разнообразных мер безопасности осуществляется. И вот в совокупности тот эффект, который мы видим сегодня, с моей точки зрения, является достаточным для того, чтобы действительно обеспечить безопасность не только обучающихся, но и сотрудников, которые ежедневно приходят, собственно, на свои рабочие места. Так что, думаю, да, достаточно. Хорошо. Пользуясь моментом, хочу вам задать и вопросы по нашей первой теме. Если вот говорить о новациях в высшей школе, что это такое в нынешнем учебном году? Про среднюю образовательную школу мы сегодня хорошо подробно поговорили. А вузы, от которых общество много чего ждет все последние годы? Да, спасибо за вопрос. В первую очередь, в 2021-2022 годы внесли кардинальные изменения в систему подготовки кадров высшей квалификации, то есть подготовки кадров уровня аспирантуры, а также адъюнктуры. На протяжении вот этого периода были приняты сразу несколько документов, которые принципиально меняют модель подготовки научных и научно-педагогических кадров. И вот один из предыдущих спикеров, экспертов, уже говорил о том, что есть недостаток, конечно, в Югре, в частности, таких специалистов, высококвалифицированных, обладающих соответствующими компетенциями для того, чтобы соответствовать требованиям сегодняшним, в том числе и цифровым. Ну и, собственно, по сути, смысл изменений заключается в первую очередь в отказе от подготовки аспирантов по федеральным государственным образовательным стандартам и в переходе к подготовке по федеральным государственным требованиям. Теперь современные программы аспирантуры имеют совершенно другую структуру. На первое место выходит научный компонент программы, и только второе место занимает ее образовательный компонент, то есть в виде набора каких-то дисциплин и практик, которые реализуются в процессе обучения и подготовки аспиранта. Вот знаете, Евгений, что меня радует, в последнее время все реже и реже слышу фразу от молодых людей студенческого возраста, которые говорят, а я вот поступлю вот в этот вуз, получу корочку, а дальше буду решать, где я буду работать и с кем я буду по жизни. Более осознанный подход к получению первого высшего образования. Вот вы со мной согласны, что сейчас такая тенденция присутствует? Знаете, здесь нельзя однозначно согласиться, потому что есть такие абитуриенты, которые недостаточно профориентированы и выбирают сразу несколько направлений подготовки. Как известно, здесь у них ограничения есть, но они позволяют им достаточно вальяжно в этом смысле выбирать те направления, по которым готовятся, да, получать образование. И вот про корочки еще хочу отметить, что вот переход как раз к федеральным государственным требованиям означает, что выпускник аспирантуры, он теперь не получает диплом об окончании аспирантуры государственного образца, потому что сама по себе процедура государственной итоговой аттестации, она исчезла, и теперь появилась процедура итоговой аттестации аспирантов, которая проводится в форме оценки диссертации. То есть мы на выходе должны видеть совершенно другого выпускника. Мы должны увидеть выпускника, который представил диссертацию и готов ее защитить в течение нормативного срока. Собственно, вот это нововведение должно с точки зрения обеспечения образовательными кадрами и повышение научно-исследовательского потенциала округа, оно должно иметь, конечно же, колоссальный эффект для экономики и социально-экономического развития стратегического округа в целом. И если можно коротко, а вот сам преподавательский состав высшей школы, вашего университета, вот как бы вы оценили степень готовности к обновлению этого звена? Не секрет, что это очень консервативная публика, кандидаты наук, профессура, академики. Люди во многом варящиеся в своем котле, и мы их так воспринимаем. Плюс старая закалка еще, какие-то принципы. Вот сегодня там и получение ученых степеней пытаются изменить все это. Как вы считаете, пришло время к коренному обновлению этой системы? Дело в том, что если сам по себе преподаватель не меняется, находясь в системе, вот очень правильное слово вы сказали, система, то система его просто из себя как исторгнет. Поэтому если преподаватели не готовы к тому, чтобы осваивать цифровые технологии, дистанционные образовательные технологии, не готовы осуществлять электронное обучение, то они просто останутся без работы, потому что иначе невозможное существование современных реалий. Тем более, что во многих федеральных государственных образовательных стандартах и в профессиональных стандартах, которые регламентируют нам те компетенции, которыми должен обладать выпускник, говорят о том, что соответствующие компетенции должны присутствовать. Согласен с вами, согласен с вами, да. Иначе, да, плохо будет и образованию, и всей стране. Тем не менее, до сих пор знаю профессуру, которая не может включить компьютер. Есть такое, к сожалению. Но с Евгением согласен, в Югре очень продвинутая высшая школа. Здесь с вами соглашусь. И предлагаю сейчас еще одного эксперта подключить к нашему разговору. Елена Зинова, у нас психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. На связи. Приветствуем вас. На вечерсвязи. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, все-таки высокий довольно-таки уровень нынешней тревожности в учебной среде, среди учеников, преподавателей и родителей в том числе. Как постараться этого избежать, вот этой тревожности? Если говорить про тревожность, которая возникает вследствие травмы, а мы сейчас говорим, что общество находится в состоянии травмы, поскольку когда стреляют, когда убивают, когда есть человеческие жертвы, это однозначно травмирует психику, поскольку психическая травма, она, собственно, и определяется угрозой для жизни и здоровья, возникшей внезапно, когда человек не может никаким образом защитить себя и противостоять ситуации, которая возникла или обстоятельствам, в которые он попал. Поэтому, собственно, на данный момент то, что мы можем делать, это возвращаться в реальность. Это вот то, что сегодня уже коллеги, которые только что рассказывали, про охрану, про понимание, где я, что я, про некоторое такое заземление и понимание, что я могу сделать, что другие могут сделать. И в этом месте некоторые опоры могут возникать. То есть чуть-чуть выдыхать можно. Смотрите, какие меры, все-таки мы с вами живем в реальном мире, сталкиваемся с негативом и с позитивом. Тем не менее, какие меры необходимы для гармонизации психологического климата в школьной среде, несмотря на все тревожности, которые окружают этот коллектив? Мне кажется, ну вот это по свежим следам, так сказать, да. То есть я вот с началом учебного года активно начала выходить в образовательные коллективы, работать с детьми, с подростками. И мое такое впечатление, я могу, наверное, своим уже делиться, да, здесь, поскольку у меня спросили. Так вот, это про гармонизацию, это про то, чтобы как-то очень экологично обращаться с эмоциями, вот в процессе образовательном, поскольку у нас есть сторона педагогическая, есть сторона детей, да. И вот здесь, как будто по мне, так это очень важное место про взаимное уважение, про то, чтобы оставаться в уважительных отношениях, как со стороны взрослых к детям, так и в обратную сторону, да. Поскольку, ну вот я тоже анализировала про то, кто приходил, да, какие вот эти акты происходили, да, собственно, террористические, когда стреляли в школах, то, соответственно, как правило, люди приходят в школу, которые там учились, у которых очень-очень много эмоций осталось по поводу обучения в этих образовательных организациях. И, собственно, смотрите, похоже, не очень экологично обходились в тот момент, когда подросток находится много часов каждый день в школе, и когда, ну не совсем, скажем так, есть место ему для того, чтобы быть собой, или ему говорят, ты не такой, или ты не то делаешь, и ты вообще не такой, не рассекой, то, конечно, в этом месте поднимается злость, которая, не имея места для выплеска, да, такого адекватного, или там как-то, чтобы она встраивалась хотя бы в контекст общения, так, чтобы там, ну, можно было бы про это сказать каким-то образом, да, адекватным, то, конечно, это будет накапливаться. Это будет невротическое накопление злости, которое потом выплескивается в психотических приступах, которое может выражаться в такой ненависти, как... Елена, Елена, очень мало у нас времени остается, к сожалению, прямо секунды буквально, и не могу не спросить о хорошем, чтобы на позитиве закончить и наш с вами разговор. Вот что сегодня, по вашим ощущениям, вызывает однозначно позитив у молодежи? Вот на что ее нацелить, что вот, да, и точно будет все хорошо? Что однозначно хорошего, это то, что, ну, будущее есть, то, что у них есть свои интересы, и слава богу, что они у них есть, и они могут эти интересы развивать, они могут развивать, и это может быть дополнительное образование, это может быть профориентационные какие-то вещи, которые приведут их в стены вузов, которые интересны им и профессии. Это про то, что они, правда, могут быть собой, про то, что они могут реализовать себя. У нас много шикарных различных инициатив есть в округе. И наши новые инновации как раз-таки нам в этом помогут. Новейшие технологии, инновации, возможно, и привлекут детей. Замечательный совет, мы с Юлей под ним подписываемся. Елена, спасибо, эфирное время обсуждения главной большой темы этого выпуска завершается. Ясно, что без инноваций ни школы, ни вузы не обойдутся, они все равно стремительно врываются в учебные заведения, и через них в каждую российскую и угорскую, в том числе, семью. Поэтому надо учиться с этим гармонично, жить, и, наверное, это главное, чему сегодня должны учить в школе. Ну а психологи нам в помощь. Прервемся на короткие новости. Во второй части у нас еще много интересного. Оставайтесь с нами. Во время рабочей поездки Наталья Комарова наградила педагогов. В Сургуте в преддверии Дня учителя нагрудные знаки и почетные грамоты получили больше 50 работников, общеобразовательных школ и детских садов. Они отдали работе с детьми не один десяток лет, однако при представлении к наградам учитывали не только стаж. В зачет также шли победы в различных конкурсах и научная деятельность. Я взрослый человек, но я помню своих учителей. Первый учитель, Рыса Максимовна, Надежда Ильича, любила учения математики, Рысу Яковлевну, русского языка и русского философии. Они со мной всегда. У меня такое ощущение, что больше, чем они, и мама с папой, бабушка и дедушка, мне никто ничего так и не научил. Вот поэтому спасибо вам большое. Я работаю более 26 лет уже здесь, на Севере, с 2004 года. Люблю свою работу безумно. Вообще мне нравится работать с детьми. Конечно, награда «Почетный работник общего образования» — это престижная награда в нашей отрасли. Понимаю, что это очень большое доверие. И, конечно, это накладывает очень большую ответственность в работе. Надо уже на уровне этом работать. Всегда, только на пять. Социальные проекты из Югры получили более 28 миллионов рублей от фонда президентских грантов. Напомню, решение о проведении внеочередного конкурса было принято президентом России Владимиром Путиным в связи с необходимостью оказать помощь жителям Донбасса. Гуманитарный добровольческий корпус из Сургута получил самый крупный грант в Югре — более 14 миллионов рублей. На эти деньги волонтеры расширят гуманитарную миссию с привлечением добровольцев на территории ДНР и ЛНР. Всего же югорчане подали 34 заявки. По сумме поддержанных проектов наш регион оказался на втором месте в Урфо. Среди югорских муниципалитетов первое место по количеству победителей разделили Сургут и Сургутский район. На втором месте Нягонь и Нижневартовск. В Нягоне борются с неупорядоченным маркетингом. Столбы и остановочные павильоны города пестрят незаконной рекламой, а еще остатками борьбы с ней. Старый клей, следы скотча, обрывки бумаги не делают город красивее. Для городских властей приезжие торговцы постоянная головная боль, ведь они, как правило, не пользуются досками объявлений, а клеят свои листовки, где придется. Беседы с организаторами ярмарок проводятся постоянно, практически всегда. Нарушители выражают готовность исправить ситуацию, но история, тем не менее, повторяется. Хоккеисты Югры завершили домашнюю серию разгромной победой над Тамбовом. Этот матч состоялся накануне. Югорчане с первого периода показали превосходство над соперником, но отличиться удалось всего один раз. Артем Воронин за три минуты до конца игрового отрезка помог своей команде реализовать большинство. Во втором периоде Югра и Тамбов обменялись заброшенными шайбами. Самой результативной выдалась заключительная 20-минутка. Там подопечные Эдуарда Занковца реализовали три момента. Гости ответили лишь однажды. Итог противостояния 5-2. Сейчас югорчане начнут подготовку к выездной серии игр. Она начнется в воскресенье игрой с Таросом. В прямом эфире вновь самый разговорчивый проект на всем югорском телевидении. Мы обсуждаем все самое важное, что влияет на нашу с вами жизнь. И делаем это здесь и сейчас так. И называется наш телепроект, в студии которого вновь Михаил Епихин и Юлия Самуэльсен. Уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стрибкова взяла на контроль размещение мобилизованных югорчан в воинской части в Свердловской области. Наталья Васильевна сейчас с нами на связи. Приветствуем вас. Добрый день. Рада вас видеть и слышать. Что показывает ваша поездка в Свердловскую область? Какие условия размещения и учебы? Что говорят сами мобилизованные? Да, я здесь с плановыми мероприятиями региональных уполномоченных. И, конечно, не упустила возможности побывать в воинских частях и посмотреть, какие условия созданы для наших военнослужащих. Я побывала вчера в военном городке 29-м, где размещается более 500 человек из югорчан. Поговорила в трех казармах. Было одно помещение приспособлено, но тепло, уютно. Ни один из военнослужащих не пожаловался ни на условия их пребывания, ни на условия питания. Вчера же во второй половине дня их перевезли уже в 32-ю войсковую часть, где сегодня им выдается мундирование. Офицерский состав переезжает в Вилансскую военную часть для того, чтобы проходить там учебу. В отношении остальных сейчас вопрос решается по месту их обучения, подготовки специальной. Ребята со мной на связи, постоянно задают вопросы. Я оставила для них все контактные телефоны. Нашего аппарата свои. И какие-то у них нерешенные вопросы остались. В основном это бытовые. Они их задают. Условия 32-й военной части кратно лучше. Высокая дисциплина, хорошая территория. Они живут уже в типовых казармах. Всем необходимым ребята обеспечены. Есть ли случаи, когда необходимо ваше срочное оперативное вмешательство? Да, безусловно. На каждое из обращений, которое требует такого безотлагательного какого организационного действия, мы реагируем незамедлительно. И вчера уже после того, как я с ними повстречалась, выходила на связь с главами муниципальных образований, поскольку мы знаем, как быстро была обеспечена мобилизация, призыв по мобилизации. Некоторые военнослужащие не успели в домашних условиях что-то завершить. Поэтому выражали эти просьбы, пожелания помочь, завершить какие-то хозяйственные дела. Где-то нерешенный остался вопрос с детьми. Всем сделаны контрольные звонки и главам департамента социального развития. Вопросы взяты на контроль. И у меня они остались в том числе. И в отраслевые департаменты, и у глав муниципальных образований. Наталья Васильевна, будете ли вы инспектировать дальше и другие центры подготовки? Ну, поскольку у нас в Омске, находится в Омской области заместитель губернатора Александр Александрович Киртока, думаю, нецелесообразно подменять его действия. Там я на связи постоянно с уполномоченным по правам человека в Омской области. Да и в Свердловской области тоже на связи. Вместе с тем, я полагаю, что завтра я еще раз заеду в 32-ю военную часть, потому что ребята многие не успели подать документы на получение выплат. И мы договорились, что они оформят эти документы. И я у них завтра их заберу для того, чтобы привезти, передать военком на соответствующие выплаты, которые идут из бюджета автономного округа. Наверное, уместно будет сказать слова благодарности в адрес губернатора правительства автономного округа, потому как военнослужащие все отметили, что такие выплаты в том объеме, в котором приняты постановлениям правительства автономного округа у нас, это единственный субъект. 250 тысяч при поступлении на военную службу и 250 тысяч по завершении военной службы. Это очень хорошая помощь, ребята ее ждут, и я очень надеюсь, что в ближайшее время они ее получат. Мы на связи. Спасибо большое. Держите нас в курсе событий, которые происходят. А мы имеем возможность сейчас дать слово самим мобилизированным югорчанам. У нас на связи прямо здесь сейчас находится один из наших ребят. Это Олег Шаталин. Давайте посмотрим, что он рассказывает о своей части. Да, да, да. Добрый день. Я из числа мобилизованных 29 сентября из города Хантамансийская. 28 числа прибыли в город Екатеринбург, в воинскую часть, где должны проходить подготовку, разместили в довольно-таки приличных, очень хороших человеческих условиях предоставили помещение, то есть как бы здание спортзала. Там раскладушки, матрасы, белье. Нормальные человеческие такие условия. Трехразовое горячее питание. Пребывание наше здесь вообще нельзя сказать, что брошенное там либо бесхозное, так скажем. Здесь работает группа от органов власти Хантамансийская. Поэтому они контролируют, как здесь происходит событие с нами, ну то есть как бы дальнейшее передвижение. И вчера приезжала Стрибкова Наталья Васильевна, уполномоченная по правам человека в Хантамансийском автономном округе. Она общалась с мобилизованными как раз гражданами, которые приехали из Хантамансийска, выясняла проблемы какие, вопросы. Ну, задавали вопросы по поводу в основном оформления документов. по размещению, бытовым условиям здесь вопросов ни у кого не возникало. Все нормально, все были довольны. нормально это, как сказать, если делать с учетом вот этого положения, в котором мы сейчас находимся. То есть мобилизационные собрали, привезли, все осознают, кто где находится и для чего, куда едет. Ну, сегодня ожидаем дальнейшее развитие событий, настроение у всех, смотрю, бодрое. у прибывших, мобилизованных из Хантамансийского округа. Уныния никто не предается, поэтому готовы дальше продолжать службу. Большое спасибо ребятам. Правильно, что уныния никто не предается. Молодцы. Да, югорчане все мысленно с вами, ребята. Мы всегда будем тоже на связи. Олег, между прочим, госслужащий. Да, и я думаю, что это не последнее его включение в наши эфиры. Возможно, он продолжит рассказывать нам свою историю. А в Ханты-Мансийске здесь и сейчас работает Всероссийский форум национального единства. Форум собрал более 600 гостей из 40 объектов Российской Федерации и представителей Республики Беларусь. Югра в очередной раз подтверждает свое звание Федеральной Международной Коммуникационной Площадки. Наш корреспондент Сергей Мануэленко сейчас находится среди участников форума Югра Классик и он с нами на связи. Сергей, приветствуем. Что у вас там происходит? Какие интересные гости? Что обсуждается? Форум такой масштабный. коллеги. Здравствуйте, Михаил, Юлия. Да, форум грандиозный по своим масштабам, набирает обороты. Участников здесь все больше и больше и с одним из них мне удалось познакомиться. Замечательный человек это Файзулхак Ислаев. Хочу его представить вам. Прибыл к нам из Сатарстана доктор исторических наук. Профессор, вам слово, что привело вас сюда на этот форум? Вы вообще здесь впервые? Я у вас впервые. Вчера я ознакомился с городом. Что удивительно, хотя я родился в Пермском крае, в татарской деревне, я здесь встретил знакомые названия. Здесь у вас микрорайон Самарова есть, а я родился рядом с деревней Самарова. Это вот поразительное такое созвучие. А здесь я оказался среди участников Всероссийского форума и посвящен форум единству народов России. Как сохранить традиции? И этот религиозный между национальными согласия. Ну, мне здесь все очень нравится, потому что, во-первых, впервые здесь, и здесь собрались люди, которые неравнодушны вот этим вопросом, и при том они убеждены и вкладывают свою душу, чтобы сохранить те традиции, которые сложились среди всех народов, которые проживают в нашей стране. Вот я узнал, что у вас где-то 110 национальностей и народов живут. Да, Да, хотя округ не очень большой, а все равно представлены практически все. И поэтому здесь, с одной стороны, свой ваш собственный опыт, собственная практика гармонизации этих отношений. А с другой стороны, вот многие делегации из различных регионов, здесь 40 регионов представлены, каждый из них привез свой собственный опыт и будет презентовать. Тут еще не только обмен опытом, обмен мнениями, как мне кажется, очень важно. Да, мне как историку, конечно, очень интересно, какие процессы сегодня происходят и как они отражаются, и как с этими особенность негативными явлениями, потому что у нас есть проблема здесь в сохранении языка, это общая проблема для всех малых народов. Поэтому и сохранение традиций, как передать опыт старшего поколения младшим, ну, одним словом, здесь очень много вопросов, которые вот само время ставит перед каждым из нас, и здесь вырабатывается не только политика, но и конкретная практика, как их разрешать, возникающие проблемы. С этой точки зрения, мне кажется, это очень полезный форум, и я очень надеюсь, что я отсюда вернусь уже накопленным каким-то опытом других товарищей, которые вот нам расскажут, покажут. Ну, а первое впечатление замечательное, город у вас чистенький, дороги хорошие, у нас в Татарстане тоже в принципе неплохо, но со стороны взглянуть тоже интересно. Хорошо, спасибо вам. Вот такие дела, коллеги, такие люди здесь, на форуме, сейчас находятся. Спасибо. Мне кажется, Сергей останется там до вечера. Он так уже подружился со всеми. Немножко напитались позитивом. Югра многовековая, югра многонациональная, югра, которая всегда находит возможности, желания, ресурсы на мероприятия различного направления, на то, чтобы собрать всех друзей и единомышленников в любые времена. всегда югра в этом плане приятно удивляла. Мы продолжаем наш эфир, а участникам форума желаем хорошей работы. Что дальше в нашем эфире? Неожиданно возникшая тема в связи с проведением частичной мобилизации, это необходимость передержки домашних питомцев, мобилизуемых, в случае, если нет возможности оставить их членам семьи или родственникам. И здесь на помощь пришли зооволонтеры. Югра тоже присоединилась к этой благородной инициативе. И у нас на связи Анна Кондратович, учредитель общественного движения помощи животным Ковчег. Приветствуем, Анна. Кто оказался перед проблемой передержки своего любимого кота или пса? Что делать? Куда обращаться? Тебе вопросы как к практику? Дело в том, что неожиданно возник такой запрос на такого рода передержки. В основном люди обращаются к нам через наши группы в социальных сетях. Это самый лучший вид коммуникации. Мобилизованные могут обратиться, описать свою ситуацию. И тогда уже в индивидуальном порядке мы будем решать, как мы можем помочь. Потому что какого-то пункта передержки у общественного движения ковчег нет. Поэтому те спонтанные передержки, которые есть, они не располагают тем объемом, который возможно понадобится для организации передержек и кошек, и собак. Поэтому тут либо вариант с выгулом, либо с помощью тем родственникам, которые будут опекать. Потому что иногда люди просто не имели опыта и растерялись в этой ситуации. Сейчас мы находимся в поиске небольшого участка земли, где могли бы разместить балок, который нам позволит расширить наши передержки. Также нам нужны мужские руки для изготовления новых будок, вольеров. То есть чтобы ваша инициатива была реализована и эффективна, вам самим нужна помощь, добрая воля югорчан. Правильно? Наверное. Все должны друг другу помочь. Мы поддерживаем. Думаю, нас тоже югорчане услышали и откликнутся на вашу замечательную инициативу. Да, спасибо большое. Будем надеяться, что слишком много рук не понадобится в этой ситуации. Но в продолжение данной темы с нами связался наш народный корреспондент из Сургута. Здесь в эти выходные открылся первый зоозащитный дом волонтера. Мы отправили туда Анну Фальковскую. Приветствуем. Анна, что там за дом такой, чья это инициатива, что там нового. Я вообще слышала, что открытие было приурочено к юбилею организации открывающей. Да, ну что, услышим подробности. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас 1 октября было десятилетие нашей организации. То есть у нас был открыт дом волонтеров. Он расположен у нас в центре помощи бездомных животных переправа. Это также проект движения Дайлапу. Также хотелось бы упомянуть, что открытие дома волонтеров случилось благодаря поддержке фонда президентских грантов и, ну, конечно же, труду волонтеров. В этом году мы сделали ремонт, приобрели необходимое оборудование. Хотелось бы также выразить свою благодарность Газпрому, Трансган Сургуту, компании Сипромстрой и ООО Тандем. То есть эти компании также помогали нам в создании этого дома. Что же расположено у нас в доме волонтеров? У нас здесь расположен пункт ветеринарной помощи. То есть здесь мы сможем осматривать, делать вакцинацию наших подопечных, проводить операции по стерилизации. Также у нас на первом этаже расположена гостиная. Она будет для наших гостей прогулок. Прогулки у нас проходят по субботам и воскресеньям. Также здесь на первом этаже будут у нас проводиться уроки добра, ну и, конечно же, мероприятия для сбора команды дайлаповцев. Ну, а сейчас получается дом уже запущен. Можно посмотреть, что окружает вас, Анна? Вокруг что-то есть? Сейчас на данный момент я нахожусь в котейшной. То есть сейчас у нас открыто. Ну, пока что у нас котиков здесь нету. Но вот, мы уже как бы завезли вещи. У нас вот уже есть тут котейшная. Котики в скором времени тоже будут завезены. То есть по субботам и воскресеньям люди смогут посетить наших котиков, пообщаться с ними и в случае чего забрать их домой. То есть чем быстрее котики будут расходиться из котейшной, тем, разумеется, больше мы будем забирать их под свою опеку. Да, замечательно. Интересно, по какому принципу отбираются гости в котейшную? Это кто лучше себя вел как-то вот? Почему Мурзик, а не Вася сегодня едет туда? Ну, надеемся, что все нуждающиеся найдут и здесь крышу, еду и теплую лежанку. А волонтеры найдут прекрасно теплое общение по выходным и будням. Спасибо, Анна, спасибо вам большое. Всем неравнодушным и с Ургуту за такой замечательный проект. Я только хочу напомнить, что акция, которую объявили мы, телепроект здесь и сейчас, акция называется «Стань голосом своей малой родины». Эта акция продолжается. мы приглашаем медиа-волонтеров всех населенных пунктов Югры, а это их 205, присоединиться в нашу команду, чтобы рассказать всей Югре. А вот таких интересных проектов, допустим. Всей Югре, всей России, потому что мы вещаем и на Югру, и через спутниковую платформу НТС на всю Российскую Федерацию о том, чем живете вы, чем живет ваш подъезд, ваш город, ваш поселок. Это вот когда люди неравнодушные вот так замечательно рассказывают, ну невозможно не напитаться тем же позитивом, о котором мы сегодня в первой части программы говорили, о том, как выжить в тревожном мире. Надо видеть позитив, и вы его увидите вместе с нами в нашем телевизионном проекте. А может быть, вы нам его еще и покажете. А вот сейчас о новости, которая меня прямо сильно-сильно удивила. Оказывается, мусор можно не только накапливать или выбрасывать, но и продавать за реальные деньги. Выяснить, правда это или очередной маркетинговый ход я хочу здесь и сейчас у Елены Микишевой, начальника управления по реализации реформы обращения с ТКО Юграэкология. Приветствуем вас и готовы увидеть и услышать, как это все происходит. Добрый день, спасибо большое за заставленную возможность. Я вас приветствую в этом центре Югра собирает это пункт приема вторичного сырья. Пункт открылся в Годке Ханты Мальчинске на прошлой неделе 27 сентября. Сюда жители города могут приносить 12 фракций отходов, которые мы принимаем на возмездной основе. Это пастик, бумага, стекло, батареечки, и крыши у нас две фракции принимаются бесплатно. Место сделано таким образом, что попадая в эту локацию, человек получает необходимые знания и понимает, как начать разделе сбора с небольших, но очень понятных шагов. У нас экспозиция вторичного сырья, которое мы принимаем на первую водку, рассказываем, как необходимо подготовить тот же пластик, те же стеклянные бутылки, бумагу, так, чтобы это гарантированно уехало на переработку. Также у нас есть стеллажи, которые показывают, какие фракции мы не принимаем и призываем отказаться, поскольку эти виды отходов невозможно переработать. Также для посетителей, для жителей сделаны инфраструкционные вот такие стенды, где рассказывается и показывается, что разделить сбор откодов это не так сложно, но это та тема, которая должна войти в каждый дом и не по этой технологии. Елена, а правда деньги-то можно реально заработать у вас? И сколько? Хоть какие-то примеры? У меня сразу возник вопрос. Килограмм пакетиков это сколько? Сколько пакетиков в килограмме? Именно словами, мы не читали какое количество, но за килограмм пакетов в пакете вы можете выручить 5 рублей за килограмм. 5 килограммов в пакете? 5 килограммов 5 килограмм 5 бутылка цветная за 5 упаковка от бытовой химии также 5 рублей за килограмм ну и есть также пункции которые можно сдать в денежке. Понятно, лучше замечательно замечательная идея Елена у нас эфирное время поджимает вот сейчас нам показывают уже сбор пошел вот уже видим результаты есть уже югорчане откликаются замечательно я уверен что ваша инициатива будет поддержана и иметь большое продолжение спасибо большое вам за то что показали рассказали как заработать деньги на мусоре но у нас еще одна тема которая не может оставить нас в покое еще с прошлой программы зима в югру приходит уже в октябре поэтому самое время определиться с тем как к ней готовиться и в чем ее встречать каким ожидается предстоящий октябрь и можно ли уже говорить о возможной возможном сценарии приближающейся зимы мы сейчас обсудим с Татьяной Скаловой начальником отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского гидрометцентра каким же ожидается уже наступивший ноябрь октябрь ой октябрь нам еще октябрь надо пережить снег приветствую вас добрый день по уточненному прогнозу в Ханты-Мансийском автономном округе югре среднемесячная температура воздуха в октябре ожидается выше нормы на 1-2 градуса в первой декаде октября температура воздуха ночью будет понижаться до минус 8 градусов днем будет повышаться до плюс 15 градусов во второй декаде преобладающая температура воздуха ночью минус 1 плюс 4 градуса днем плюс 5 плюс 10 градусов в третьей декаде ожидается понижение температуры ночью до минус 15 градусов днем до минус 5 градусов осадки предполагаются в отдельные дни 1 и 2 декад и в большинстве дней 3 декады Звучит пока не очень страшно. Татьяна, еще раз давайте акцентируем внимание. Скоро ли югорчанам ждать первых настоящих морозов? Ну, понижение температуры воздуха ожидается в третьей декаде октября. Поэтому, я думаю, утепляться нужно будет в конце 20-е числа. У нас еще почти три недели. 20-е числа октября. Понятно. Вот приоткройте все-таки завесу тайны. Какой ожидается предстоящая зима в югре? Оправдаются предсказания о том, что она будет аномальной в этот раз? Если говорить о предстоящей зиме, то по прогнозу Гидрометцентра России на отопительный сезон с октября 2022 года по март 2023 год, эта зима ожидается по температурному режиму около нормы. Если сравнивать с прошедшей зимой, то по температурному режиму прошедшая зима в основном была выше нормы. И была очень многоснежная. В отдельных районах высота снега достигала больше метра. Ну вот если сравнивать с прошедшей зимой, то есть по прогнозу предстоящая зима должна быть холоднее минувшей зимы и, как следствие, менее снежной. Понятно. Вот я вот так и думал. Где-то выиграли, где-то проиграли, к сожалению. Да, 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 да. Татьяна, наше время завершается. Успели услышать, что зима будет холодная и будет снежная. Я очень рассчитываю, что Хантамансийский гидрометцентр и дальше будет нас радовать своими точными прогнозами. И на сегодня все. Это был проект «Здесь и сейчас» совместный двух каналов Югра и Мой Сургут. «Обсудить значит понять. Сделаем это вместе». Анонсируем, что в четверг в это же время мы обсудим со специалистами и экспертами весь комплекс региональных мер поддержки мобилизованных югорчан и их семей. А также то, как и где посильную конкретную помощь может оказать каждый югорчанин. Подключайтесь, будет интересно и полезно. И до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!